Всем привет! Сегодня мы снова с вами поговорим, просто поговорим по душам. Я за последнее время выписала часто задаваемые вопросы, которые мне задают, и это очень такие каверзные вопросы, я решила на них в очередной раз ответить, потому что были уже ответы на подобные вопросы, но те, наверное, кто только приходят и знакомятся с моим каналом, не очень-то и хотят просматривать старые мои ролики, и ответы на вопросы. Подобных роликов у меня очень большое количество. Найдите плейлист, который называется Ask Lina, и там все ответы на часто задаваемые вопросы. Почему не хочешь детей, не любишь их, не боишься, что чем дальше, тем можешь не иметь детей вовсе, и как я вообще отношусь к Child Free? О, соседи жужжат. По поводу не хочу детей и почему я их так не люблю. Я люблю детей, но люблю хороших, наверное, как и многие другие люди. Меня бесят, если честно, невоспитанные дети, тупые дети, которых родители не учат жизни. Они просто как говно в проруби. Из одного угла в другой они всегда орут, что они что-то хотят, при этом они ничему не учатся в этой жизни абсолютно, ну кроме как инстинктом поесть, посрать и все в этом духе. Я люблю детей таких покладистых, послушных. Пусть и не всегда они такие, но они прислушиваются к родителям, потому что у них есть уважение, даже с вот таких маленьких лет. Не боюсь ли я, что чем дальше, тем больше вероятность, что я не смогу иметь детей? Я боюсь этого, честно признаюсь, я боюсь, но я не могу сейчас вот просто взять родить в небытие, да? Куда мне с этим ребенком? Где я буду жить? Чем я буду обеспечивать ребенка? Вообще, честно, для меня это болезненная тема, потому что я уже на том жизненном этапе, когда не то, что положено, а уже хочется детей, но не могу, потому что не хочу нищету рожать, вот и все. Просто родить, а бы было, я не хочу, короче, вот. Если я дотяну до того, что у меня не будет детей, ну так, наверное, предначертано. Я не знаю, что еще ответить на этот вопрос. Я сама переживаю, и с каждым днем рождения все больше давит на меня, поэтому не хотелось бы вообще, чтобы дальше задавали такие вопросы. Просто не обижайтесь, если я не буду отвечать дальше на такие вопросы. Как бы из пустого в порожнее переливать. Все мы люди, и все мы должны понимать, что мало ли, что у меня в жизни. А может быть, я уже не могу иметь детей, а может быть, у меня что-то произошло в жизни. Будьте тактичными. Child free. Как я к этому отношусь? Я свободно к этому отношусь, потому что я сама отношусь к child free пока еще. Придет мое время, я надеюсь на это, и тогда я буду не child free, как и все остальные, которые относятся к этой группе. Бывает ли плохое настроение, депрессии, и как ты с ними борешься? Ну, конечно, как и у всех, у меня бывает плохое настроение, и я даже очень часто в последнее время пытаюсь это запечатлеть и показать людям не для того, чтобы они увидели, что есть и другая сторона Полины, да, а потому что это жизни. Я выдаю живые эмоции, как позитива, так и негатива, и это нормально. Уж сплошной, конечно, негатив не хочется нести вообще на канал, поэтому такого, я надеюсь, у меня не будет. Как бороться с этим? Да не знаю, я обычно нахожу какое-то для себя занятие. Допустим, для меня разрядка это YouTube, мой канал, монтаж роликов, съемка тех же роликов. Я задаю себе план, допустим, какой-то, пишу его, придумываю образ для этого ролика, придумываю, куда я сяду, как я, что я буду делать, каждую мелочь обдумываю, и когда я с головой в это ухожу, то, соответственно, все плохое настроение уходит. Ты как-то, наверное, заряжаешься энергетикой трудолюбия, усердия какого-то, стремления к чему-то. Это зачастую, вот с самого детства, я заметила, меня очень сильно заряжает и очень сильно помогает мне перенести какие-либо неурядицы в моей жизни. И вообще хочу сказать, что любой негатив в вашей жизни можно пережить и побороть, главное захотеть. Вы можете для себя лично найти какой-то определенный выход, как бороться с этим. Кто-то находит какие-то занятия, кто-то ударяется в спорт, кто-то читает книги, кто-то идет еще на какие-то кружки самодеятельности, кто-то просто общается с людьми и изливает свою душу, кто-то письменно это делает в каких-то письменных блогах, либо просто в своем личном дневнике. Вы найдите то, что вам нужно, то, что вам нравится, то, что вас устраивает. Когда вы делаете что-то и вы не пытаетесь переломить себя, вот это именно то, что будет вам помогать бороться с негативом. Если вы делаете что-то и вы ломаете себя для этого, ради того, что вам станет лучше, это не ваше дело, это не ваше занятие, я знаю по себе. Какие бы мне советы не давали остальные люди, я могу попробовать по их совету, но если дальше не идет вот просто стена, ступор, я не хочу, я не могу или я чувствую, что это не мое, то я продолжать это делать не буду. Что все-таки с работой? Не ищешь походу, а то уже нашла бы или очень тяжело найти. У меня вообще такая история приключилась, короче, я думаю, я вас расстрою, и я сама расстроилась, когда узнала об этом, когда я поняла, что я настолько лох. Я в какой-то определенный момент чистила от старых роликов папки свои, куда я скидываю все отснятое, и заметила, что папка, в которую я скидывала все, что я записывала на протяжении моих поисков работы, я долго сидела и не могла понять, кто удалил. Но, наверное, на тот момент, когда я удаляла эти все ролики из этой папки, я просто посчитала, что это материал, который я уже выкладывала, смонтировала, и он уже на канале. Ну а так я ничего не нашла пока, мне нужно все расставить по полочкам, привести все в порядок, сделать как положено, и потом я вам расскажу, что происходило в моей жизни. И тогда я буду снова искать работу, и, конечно же, буду снова снимать ролики, и уже, надеюсь, не удалю на этот раз. Ну а тяжело найти или не тяжело? Да, тяжело. Если, конечно, идти продавцом каким-то, как я раньше работала, то в этом проблем нет. А я ищу работу потому, чтобы мне нравилось, и в этом плане немножко сложнее. Четвертый вопрос. Как ты, кстати, относишься к дружбе на работе, предательство, подставы? Отвечу быстро, садится камера, блин. Как я к этому отношусь? Я вообще такой общительный человек, надеюсь на это. Я думаю, остальные тоже так считают. Я, когда прихожу на новое место работы, я вообще ни с кем не общаюсь. Я погружаюсь сразу в работу. Мне нужно узнать, что, как, потому что на любом другом месте работы свои правила, свои нюансы, свои моменты. Даже если вы работали всю жизнь продавцом, придя на новое место работы, вас все равно будут всему учить. Потому что вы можете знать основу, но какие-то мелочи на каждом месте работы, они разные могут быть. Как я отношусь к дружбе на работе? Нормально. На прошлой работе, когда я работала на Украине на заводе, я очень со многими подружилась. Ну, как со многими? Буквально там 3-4 человека, наверное, коллектива, который состоит из 20, наверное. Но это все равно хорошо, это лучше, чем ничего. Я никогда не лезу никому тоже в жизнь. Я пытаюсь быть тактичной и уважаю в людях то, когда они лезут, конечно же, в мою жизнь. Если я захочу, я сама откроюсь, я сама расскажу, я сама поделюсь. Теми людьми, с которыми я подружилась, на любом месте работы, на котором я работала, я общаюсь до сих пор. Предательство и подставы у меня было тоже, это на любом месте работы. Как я к этому отношусь? Ну, меня поначалу это все удивляет, поражает, наверное. Можешь не ожидать от какого-то человека этого. Ну, это нормально, потому что мы все такие, мы сегодня дружим с одним, завтра мы что-то в нем заметили такое, что нас взбудоражило, что нам не понравилось, и мы просто отреклись от него, да. А тот человек также недоумевает и смотрит на нас другими глазами, он не понимает нас. Для него наше поведение является тоже предательством и подставой в какой-то степени. Поэтому мы все одинаковые в этом плане. Как я отношусь к этому в жизни, вообще в своей жизни. Когда со мной поступают, каким-либо определенным образом подставляют, унижают, я не знаю, там еще что-то делают в мой адрес или со мной, я просто с этими людьми перестаю общаться. Либо вообще свожу на минимум общения, потому что я с такими людьми не хочу общаться. Я не собираюсь быть подстилкой и не собираюсь быть тем человеком, за счет которого будет самоутверждаться любой другой человек. Что делать, если окружающие лезут к вам и дают ненужные советы? Нужно уходить от таких окружающих. Если это родственники, либо друзья, нужно просто переставать с ними общаться, либо также сводить на минимум общение. Не рассказывать свои проблемы, не изливать душу. Я сейчас перестала так делать, и у меня все в жизни ок. А вообще для каждого с его стороны кажется, что вы поступаете неправильно. Не важно, кто это будет. Если бы вы сделали даже так, как вам говорят, и за этим последовала бы неудача, вас бы все равно родственники и знакомые, которые лезут в вашу жизнь, они бы все равно вас упрекнули, они бы все равно лезли в вашу жизнь. Просто нужно оградить таких людей, которые очень навязчивы, от которых советов вы страдаете. Нужно просто их вообще оградить от информации, какой-либо информации о вашей жизни. Как бы это жестко не звучало, и вы можете сказать, ну что мне перестать с мамой общаться? Нет, общайтесь. Просто в очередной раз, когда мама спрашивает, как у вас дела с молодым человеком, да, если это для вас больная тема, или ей не нравится ваш молодой человек, или избранница, да, вы просто говорите, все нормально, все хорошо, и все, понимаете? Вот просто сводите на минимум. А так как вы даете почву для размышлений, для рассуждений, люди, соответственно, будут давать советы, люди, соответственно, будут лезть в вашу жизнь, потому что, ну, мама — это мама, допустим, она может повлиять на вашу жизнь, папа тоже, какие-то тети-дяди, это совсем уже второстепенно, поэтому таким людям можно вообще не давать почву для размышлений, ну, по крайней мере, я так считаю, потому что я своим тетям-дядям вообще ничего не рассказываю. Они максимум, что могут узнать, это только из моего канала YouTube, потому что так я с ними общаюсь, привет, пока, и все на этом. Ну, у меня своя история с родственниками, поэтому я рассуждаю именно так. Если у вас есть какая-то другая точка зрения, я вообще с радостью послушаю. Ну, а если вы хотите и дальше общаться с теми людьми, с которыми вы общаетесь, и дальше делиться с ними своими жизненными какими-то проблемами, и чтобы они не лезли в вашу жизнь и не давали каких-то глупых советов, ну, наверное, целесообразно им сказать напрямую об этом. Я хочу просто поговорить, я не хочу не услышать никакого совета, никаких упреков, я не хочу этого всего слышать, я хочу просто излить душу, я хочу просто поговорить, именно просто, как родитель с ребенком, например, или как взрослый с младшим поколением, ну, как-то так. Я надеюсь, вам понравился такого плана ролик, так сказать, по душам, и надеюсь, никто не осудит меня ни за что, мы же все здесь понимающие, мы здравомыслящие, ну, а мне было интересно пообщаться, вот так именно посидеть, и увидимся в следующем ролике, всем желаю удачи, любви, терпения, пока-пока!